Девушки отдыхают Ну ты там поторопись Слушай, иначе я тебя уволю Уволишь? Ну ладно, шучу, шучу Смотри-ка, угрозы возымели действия? Что ты сел там? Садись сюда Что за конспирация? Лавич Алло Да, мам Все хорошо, все хорошо, мам Все, мам, мне некогда Давай-давай, пока-пока Целую, пока Зайкина я задержалась Просто мама позвонила Дима Дима ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да Нет, это не Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович подойдет позже Он сейчас не может А это... Зачем с него надо было всю кожу сдирать? Этого, я боюсь, нам уже никто не скажет Свидетельница наша с ума сошла От такого зрелища А где она? Скоро ее увезла Твердит одно слово, и все тут... Какое слово? Картошка Картошка? Мешок, картошка У него мешок из-под картошки на голове ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круговой разрез по периметру шеи Прямой, от семенной части до затылка Кожу сняли с головы Чулком Заживо? Нет Нет Хоть это нет Сначала мы перерезали горло Я вот только не могу понять одного Зачем ему нужно было напяливать на голову мешок? Это что? Забота об окружающих? Может, это намек другим? Намек на что? Пока не знаю Но во всей этой каше Из крови, грязи и плесени Есть ростки семейства Посленовых Вань, семейство Посленовых Очень обширно Начиная от табака Заканчивая карто... Пойди Картошка? Она родимая Сибетев Дмитрий Иванович 1980 года рождения Не женат Заместитель министра сельского хозяйства В областном правительстве А где гарантия, что это именно он? Вдруг высокопоставленный казнократ Решил присвоить себе бюджетные средства А вместо себя оставить чей-то обезображенный труп Спокойненько, ведь взятки гладкие? Версия интересная, но несостоятельная Я сделала запрос в ведомственную поликлинику Стоматолог предоставил нам зубную карту Сибетева Совпадение полное А что с безутешной подругой? Ну, видимо, помутнение рассудка на нервной почве Никишина Лариса Викторовна 28 лет, не замужем Секретарь Сибетева Состояла с ним в интимной связи Откуда информация? Ну, есть у меня источник В тамошней службе безопасности А муж Никишины в курсе Ее отношения с непосредственным начальником? Ну, об этом мне не докладывали Мы пытались с ним связаться Чтобы передать на руки супругу Ну и? Как в воду канул На звонки не отвечает Так, может быть, ему есть чего бояться Поэтому он и скрывается? Не он ли ухажера своей жены Из ревности прикончил? Ну, Галина Николаевна, я не знаю Чтобы так труп освежевать Определенная сноровка требуется Ну, со сноровкой-то у него все в порядке Было где опыту набраться Ну, и где, по-твоему, Никишин Так ловко научился орудовать ножом? На охоте Ну, что, охотник на людей? Сибетев состоит в обществе охотников и рыболов А на что они там промышляют, я не уточнял Да, по-моему, вчера был открыт сезон охоты На государственных чиновников Так я о том же Галина Николаевна, предположим на секундочку Что Никишин сообщает жене, что собрался на охоту Она в это время бросается в объятие к любовнику Но муж в это время за дверью стоял Ну, в общем, он их выследил и убрал соперника А не слишком ли жестоко? Ну, ревность само по себе чувство иррациональное А что, на этом Никишине охотничьи ножи числятся? Ножи, это только цветочки Ну, не томи уже, ну На нем числится целый арсенал оружия Пять карабинов Ну, а что, пять стволов Это определенный законодательством лимит Ничего в этом сверхъестественного нет Ну, навестить этого оружейного фаната все-таки стоит Лариса Викторовна Скажите, у вас конфликты были с мужем? Лариса Викторовна? Может быть, с близкими были проблемы? Может быть, он угрожал вашим родственникам Так, ладно, попытаемся сменить тему Ну, вот вы говорили, картошка Что это значит? Узнали мешок, в котором хранилась картошка у вас дома? Лариса Викторовна Так, бесполезняк Думаешь, у нее это надолго? Боюсь, что навсегда Ну, если она, конечно, не симулирует А зачем ей симулировать? Ну, может быть, она таким образом Мужа своего прикрывает Ну, поняла, что себе тело Она все равно себе не вернет Так, может быть, хоть законный супруг ее простит И если она хоть что-нибудь знает об убийстве То безопаснее всего Изобразить из себя дурочку Зачем? Ну, чтобы случайно не проболтаться Это долго? Да, пару минут Пара Граждане понятые Товарищ участковый Я прошу вас минуточку внимания Сейчас мы В соответствии с постановлением прокурора Проведем обыск В квартире гражданина Никишина Убедительная просьба ко всем Не пытаться Войти в квартиру раньше нас Хозяин может находиться в квартире И может Применить Огнестрельное оружие Это понятно Готово Чисто? Прошу Заходите Юрий, скажи, пожалуйста А у тебя в областном правительстве связи Только на уровне службы безопасности? Ну, вообще-то да А что? Да так Кураторы у нас там появились В том отделе Требуют скорейшего расследования Обстоятельств убийства своего сотрудника И скорейшей поимки преступника При этом рекомендуют нам Отработать бытовую версию преступления Убийство, мол, не могло иметь Ничего общего с профессиональной деятельностью Сибетева Даже так? А ты думала? Пишут, что замминистра Занимался исключительно аналитикой И что финансовая сторона дела Не его вотчина Вот послушать таких советчиков, Галина Николаевна Хочется сделать все с точностью Да наоборот Опять же, я Изучила телефонную книжку Сибетева Ему напрямую Звонили множество Руководителей сельхозпредприятий Спрашивается, зачем? Отчитаться о своих Трудовых достижениях? Очень я в этом сомневаюсь Все, ставьте подпись У понятых И в принципе все свободны Давайте Костя А ты обратил внимание, что Одного карабина не хватает? Раз, два, три, четыре Ну да, допить, я считать умею Но если быть точным, здесь четыре А ножи где? А ты внимательно посмотри Пусто А ты вот сюда посмотри Вот здесь Судя по следу пыли Ставила какая-то коробка В которой по всей возможности И были эти пресловутые ножи А вот мне очень интересно Куда она так уж дел С волосами? Ну не знаю Охотники своей добычи Чуучело обычно делают Чтоб на стенку вешать Перед кем он этим трофеем Хвастать будет? Ну Не могу себе представить Разве что Жену пугать? Чтоб верность блюла Ну Ей по-моему Уже хватит Охотники эти Сами как животные Ну посмотри Они готовы Из-за самки Друг друга жизни лишить Здравствуйте Затея Слушай А кто у нас Спец по баллистике? Ну стало быть За оружие отвечаю я Стоять Руки вверх Руки вверх Слушай Ну мне это как-то Проблематично Стоять я сказал Да ты чего Я только удостоверение Достану и все А я смотрю Костя Ты тоже Спец Ну и как там наш волшебный стрелок? Придерживается прежней тактики Это какой же? Защита нападения И все же взгляните Еще раз внимательно Вот на этот мешок Может быть он Покажется вам Знакомым? Знакомство у меня Более серьезное имеется Что у меня в грязный мешок Суете? Солнышко мое Стоит мне позвонить Одному человеку Как вы тут же Повезете меня домой С мигалками С извинениями А заодно и в театр заедете Да вам Палец в рот не клади И кто же Если не секрет Ваш таинственный покровитель? Очень Высокопоставленный Чиновник А вашего Высокопоставленного Чиновника Часом Не Дмитрий Сибетев зовут? А вы откуда знаете? И что это было? Похоже Никишин думает Что Сибетев жив Есть конечно Он не блефует Да мы выяснили В момент убийства Сибетева Никишин охотился На кабанов В двухстах километрах От места преступления Это подтверждает Бортовой компьютер В автомобиле Но за рулем Мог сидеть Кто-нибудь другой Ну его товарищи Утверждают Что машину он вел сам И стрелял Наравне со всеми Если конечно Они не были пьяны В дыме Что мне с ней делать? Родителям вернуть? А вы сами подумайте Так Леша Она во всем виновата Сами-то Вы без греха? Ваша правда Это ж я ее В администрацию притащил Ну и С Димкой Сибетевым В одном дворе росли Вот он и Помог устроить ее на работу По-дружески Косел Ну какие будут еще версии? Все-таки Профессиональная деятельность Смерть аналитика Ну а что Звучит неплохо Ну я рада Что за этим столом Кто-то думает еще и о благозвучии Я просто не припомню Специалиста Которого бы скальпировали За неточный анализ Рынка картофеля Ну хорошо Давайте забудем о том Что Сибетев аналитик На чем сконцентрируемся? На коже снятой С его головы Ну мы ее кстати Так и не нашли О чем это говорит? Ну кроме того Что плохо искали О том что это кожа Кому-то понадобилась Конечно Трансплантация Ухоженное лицо Здоровая кожа А то что это все Принадлежит чиновнику Дело десятое То есть кто-то из рецепентов Устал ждать своего донора Ну извините меня А грязный мешок на голову Это же антисанитария Мешок из-под картошки Это для отвода глаз Чтобы причину смерти Искали в профессиональной деятельности Так погодите пожалуйста Валь поправь меня Если я что-то так говорю А разве Для пересадки ткани Не нужны особые условия Ну там Параметры совместимости Продолжительность операции Температуру хранения материала Нужно искать реципиента Со схожими биологическими параметрами В данном случае С параметрами Сибетева Причем этот человек явно не беден Вот что Нужно проверить сводки Может быть кого-то из навориш И покусала бойцовая собака Или кто-нибудь пострадал При самовозгорании Своего суперкара Ну я бы начала поиск Среди специалистов Способных такую деятельность Осуществить Ну давайте без ханства Предположим что любого доктора Можно купить Предположим Все зависит только от количества денег Ага Ладно Давай просто забудем обо всем этом Как будто ничего не было Просто вырвем эту страницу С истории наших отношений Заживем Но Счастливо Согласна? Картошка Ну вот список готов Осталось решить Как бы кто куда поедет А что у тебя есть какие-то Конкретные предложения? А то как же В институт трансплантологии Поедет тот Кто не сумеет в первый раз Выговорить это слово Вот ты и поедешь Здрасте Галина Николаевна Предложение дельное Только пока никто никуда не поедет У нас новое убийство И кто на этот раз Тоже аналитик по картофелю? Почти Директор овощной базы Мне кажется Покойники были знакомы Меня другое смущает Что? Красивая идея С трансплантацией Лопнула Понимаешь? Да почему же она лопнула? Ну сам посмотри Ну неужели в таком возрасте Нужно заниматься Пересадкой кожи Послушай, ты что Специалист в этом? Я узнавала Девушки отдыхают ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Вот здесь вы можете видеть, как замороженный продукт попадает в сублиматор. Хорошо. И каков же принцип его работы? Ну, если кратко, лед в вакууме способен самостоятельно испаряться, минуя жидкое агрегатное состояние. То есть происходит полное обезвоживание продукта? Совершенно верно. При этом все прочие свойства исходного материала в основном в своей массе сохраняются. То есть витамины и прочие полезные вещества никуда не исчезают. А размер? Конечный продукт теряет до 70% от первичного объема. Спасибо. Идемте дальше? Прошу. Что же это такое? Всего от кабинета директора три ключа. Первый ключ у директора, второй у вас, а третий на вахте. Ага. Ну вот, на вахте и спрашивайте. Кто у них этот? Ну что, обязательно что ли по-чистому? Кто у них этот ключ сегодня брал? Да, я, собственно говоря, уже спросила. Ну да, гнали мы в третью смену гниль. Что теперь убивать из-за этого? В конце концов, все выглядело вполне пристойно и визуально. Отличий никаких. И каждый получал свою долю. И что с того? Мы делили все поровну. Каждому 33%. Мне, себе, Тёву и директору овощебазы Мужеву. А один процент оставляли на развитие. И всем на это все было наплевать. Хотя вру. Нет, не всем. Никто. Да? Так что все стрелочки-то на вас и указывают. А вот я-то как раз свой ключ никому не даю. Я? Я? Портрет из гнилых фруктов. Да вы что? У меня таких талантов-то нет. Я вон швабру еле держу. А вот сыночка мой. Да что ж вы себя по-чистому-то? У сыночки моего золотые руки. А сыночка у нас где? Да известно где. Отпахал третью смену и домой поехал отдыхать. Я ему эту работу-то нашла. А до этого, ой, мы натерпелись. В школе и во дворе. Ну все его обижали. А здесь он на хорошем счету. Нашел человек свое место в жизни. Есть у нас на заводе один человек, которому не нравится, что мы гоним в третью смену гниль. Он мне даже, ко мне даже на прием записывался с этим. Чернов его фамилия. Он сын нашей технички, оператор сублимационной камеры. Ну и что, он вам угрожал? То, упаси Боже, нет. Он, в принципе, хотя и парень не без странности, но вел себя вполне корректно. Заявил, что не удовлетворен качеством сырья, и что нам нужно сменить поставщика. И вы, конечно же, согласились. Конечно, нет. Я ему намекнул, что за этим делом стоят важные люди, вплоть до замминистра. Ну а когда он заортачился, я предложил ему работать в другую смену. Выписал ему премию за молчание. И он сразу забыл об этом разговоре. А он вообще-то парень рукастый. Думаю, оттиск ключа или вот это панно, он смастерить мог бы. А убить? Ну и что у нас есть по этому Чернову? Информации минимум, но она любопытная. И чем же? Этот Чернов состоял на учете в псевдиспансере. От чего увлечить? От приступов немотивированной агрессии. Наш клиент. Так спит же он, наверное. Умаялся же после ночной смены-то. Так вы дверь-то и откройте. А я не могу. У меня ключей нет. Ну нет у меня ключей. Я же вам говорила, сын со странностями. Я надеюсь, вы не возражаете? Я здесь здесь не бываю. Восятка. Восятка. Сынок, просыпайся, к тебе пришли вас. Вам? Угу. Что вы все здесь делаете? Да так. Решили в гости к вам заглянуть. Положите голову на место. Что? Ой. Господи. Ну вот и все. Господи, Господи. Двадцать голов. Двадцать трупов. И все это за десять лет работы Чернова на сублиматоре. Да. Уж изика свои приколы. Мне этого никогда не понять. Если бы не эти два колхозника, вы бы никогда и не узнали о моем существовании. И что же, Василий Михайлович, вас заставило выйти из тени? А достали. Девять лет я работал в свое удовольствие. А последний год стал просто адом. Что вдруг? Да надоело мне с этим мороженым дерьмом возиться. Я так директору и сказал. Но он ничего не понял. Тогда мне пришлось намекнуть подохочивее. Я двух его приспешников обработал. Но директор наш совсем дураком оказался. А трогать его нельзя. Не факт, что при следующем мне бы место удалось сохранить. И вы сделали из гнилых овощей его портрет? Он вам понравился? Мне ближе передвижники. А куда вы дели трупы остальных 18 человек? О, и не спрашивайте. Разве все помнишь? И кто были эти люди? А вот это правильный вопрос. Скажу коротко. Враги, обидчики, твари. Но я нашел способ их приручить, когда меня устроила мать работать на сублиматорах. И как связаны эти два события? Элементарно. Как только я увидел эту печь, сразу же вспомнил книгу из детства про охотников за головами из дебря Амазонки. Я тоже ее читала. Ну, тогда вы меня поймете. Эти охотники делали из голов своих недругов маленькие сувениры. Только как? Из книги не было понятно. Но я открыл свой собственный способ. И стали мстить своим обидчикам? Ну, почему бы нет? Знаете, как приятно осознавать, что Тимофей Покровский, который бросил у тебя в портфель дохлую крысу, больше никогда этого не сделает. А эта Ленка из соседнего подъезда, которую ты приглашал в кино, не будет больше никогда над тобой смеяться, потому что ты никогда ни о чем у нее больше спрашивать не будешь. Потому что она, вернее, ее голова лежит у тебя в кармане. Мне вас жалко, Чернов. Еще чего не хватало. И если суд признает вас невменяемым, лечиться вы будете в заведении закрытого типа. Меня уже лечили. Это быстро. Ошибаетесь, Чернов. Это будет долго. А точнее, всегда. И вы больше оттуда никогда не выйдете. Будьте уверены, я приложу к этому все усилия. Субтитры создавал DimaTorzok видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...